Даша, доброе утро! Точнее, сложилась судьба по-другому, поэтому вот хочу для учителя начальных классов. Так, а я давай буду учителем русского языка и литературы. Отлично! Начнем с моего образа. У меня сейчас будет стильный экзамен. Да, ну, кстати, очень хорошо прошла экзамен, да? Только вот знаешь, единственное, именно размер аксессуары, размер сумки слишком большой. Все-таки мы подбираем, ты такая девушка хрупкая, маленькая, поэтому слишком большая сумка. Я думаю, что все тетради, да. Но нет, все равно нужно подбирать все-таки аксессуары. Чуть поменьше, да? Да, чуть поменьше. А здесь мне очень нравится классное сочетание такого шоколадного цвета и с брюками здорово получилось. Ну, может быть, чуть можно убрать длину брюк, чтобы открыть немножко щеколотки. Ну, и вот такие вот удобные туфли на устойчивом каблуке, мне кажется, будет удобно. Да, очень здорово. И я, причем, такой образ одела бы вообще куда угодно. Не только учителю русской литературы, это выбрала ты. Да, я выбрала, но раз у меня все-таки начальные классы, детки только пришли, конечно, мне не хотелось сделать какой-то очень строгий или темный образ, поэтому я взяла цвет, он изумрудный, но при этом он достаточно спокойный. То есть зеленый – это цвет доверия. Ну, вот да, зеленый и сочетание с бежевым – это цвет доверия, чтобы детям было комфортно. И вот они увидели красивую тетю, которая сейчас их мучает, вот, и у них сразу вызвалась, ну, как бы сразу же любовь к учебе. Вот, и, ну, я взяла костюм, при том, что специально выбрала не совсем по мужскому типу жакет, потому что он тоже всегда с такими плечами, соответственно, немножко такая агрессия будет возникать, по ощущениям, возможно, у детей. Поэтому это очень мягкие формы и сама по себе мягкая ткань. Ну, вот сочетание с коричневым, даже с казаками, с такими очень здорово, они, там, натуральная кожа, будет не жарко. Можно поменять на обувь что-то подобное, как у тебя, только, там, коричневого цвета, например. Прикольно, мне тоже нравится. Единственное, что вот такой яркий цвет, он не будет отвлекать, вот, маленьких детей, не будет такое, что они только смотрят и, там, рассматривают, держат. Но все равно это будет какое-то первое время, будет знакомство. Учитель ведь находится постоянно с детьми, поэтому, ну, да, они, как бы, завладеешь вниманием, да, значит, тебя будут слушать, там, добавила чуть ярче помады, но она спокойная, уже смотрит на твое лицо, уже внимание, внимание есть. Вот, ну, он не очень яркий, на самом деле, цвет такой. Ну, какие цвета точно учителя должны забыть? Сильно яркий? Сильно яркий, да, я бы сказала, очень сильно яркий. Да, красный, в особенности, если в макияже кто-то бывает использует, тоже это не стоит. Возможно, какие-то очень контрастные, яркие сочетания сами по себе, тот же самый, там, красный-желтый, или фиолетовый-желтый, зеленый-красный. Даже если они будут глубокие, но все равно это будет контрастное сочетание. Ну, и, наверное, поменьше черного все-таки выбирать. Стань ученикам. Да, черный и белый. Да, чтобы немножко отличаться. Или, по крайней мере, по крою одежда должна быть другой, чем, ну, как бы, старшеклассница и учитель, да, все-таки должны отличаться друг от друга. Ну, то есть учитель не должен бояться модничать только так же, как люди других профессий. Я думаю, нужно обязательно модничать немного именно в рамках своей профессии, потому что, ну, для меня всегда учитель, это был для меня пример, всегда. И мне очень хочется, чтобы, когда мы, дети пойдут в школу, они видели очень стильных, современных, актуальных, интересных людей, умных, да, потому что стиль – это именно выражение внутреннего мира, выражение нашего ума. Предлагаю примерять второй образ. Давай, я согласна. Пойдем. Даш, образ номер два, жду твоей оценки. Отличный образ, только есть немножко комментариев. Все-таки, когда мы говорим, что мы идем в школу, да, мы преподаем, то вот если какие-то у нас прозрачные эффекты, есть дырочки, да, то лучше надевать просто топ, вот, просто надевать топ и будет все хорошо, тогда не будет никакого некомфортного состояния, вот, ну, так прекрасно. Да, ну, может быть, я бы чуть-чуть другой бы цвет свитера выбрала, но мы смотрим на тебя. Да, может быть, чуть поярче. Поярче. Оно без рукавов, то есть тебе будет комфортно, но при этом закрытое горло, закрыта вот зона декольте будет комфортно и красиво. Опять же, немножко контрастное сочетание, белый такой таракотовый цвет, и, ну, решила сделать акцент, наверное, когда-то у нас бывают праздники, например, может быть, это как раз будет День Учителя, и можно надеть подобные туфли, они со змеиным принтом, да, они очень яркие, возможно, мы только их по праздникам будем надевать, но будет очень классно смотреться. Сумка немножко другая в этот раз, она достаточно объемная, но вот сама мягкость в ней, которая она есть и есть в платье, она сочетается и сходится очень хорошо. Ну, вот мне кажется, водолазка, это как раз тот вариант для учителей, как можно обыграть платье с глубоким декольте, да, его, в принципе, можно под любое плотное платье добавить водолазку и таким образом адаптировать какую-то обычную вещь для школьного гардероба. Да, и уже две вариации, как носить, да, не одно платье, а мы уже, у нас два образа могут быть, поменяя аксессуары. Все, дорогие учителя, я надеюсь, мы вас сегодня вдохновили на создание классных стильных образов, поэтому не бойтесь экспериментировать, осторожнее с яркими цветами. Спасибо большое. Спасибо, Кристин.